Так сегодня выглядит улица Джаил-Батыра в жилмассиве Арча-Бесщик. В результате сильного ливня, который прошел вчера, большая часть домов этой местности оказалась буквально в воде. Дороги размыло селевыми потоками. Вместе с тем от смеси воды, грязи и камней дома местных жителей сильно пострадали, как снаружи, так и внутри. Это видео было сделано вчера. Вода начала пребывать в дома местных жителей около 6-7 часов вечера. Пострадали 25 жилых домов. Среди них и дом семьи Куликеевых. Вчера, говорят, весь двор был как один большой пруд, глубиной 30 сантиметров. Семья Куликеевых с вчерашнего дня не может выйти из дома. Весь двор, сарай, склад вчера затопило, а сегодня вся территория дома покрыта грязью. По словам хозяев этого дома, вчера они уже обращались к сотрудникам местного территориального управления. Но помогать им пока никто не торопится. Похожей ситуацией оказалась и Эльмира Джусупова. Вода в ее двор поступает по сей день. Причиной проблемы, как отмечает женщина, является отсутствие орычной системы. Мы не знаем, как избавиться от этой воды. Наши дома вот-вот рухнут. На протяжении пяти лет наши дома затапливают водой. Это вода, которая течет с верхних улиц. Вся грязь поступает в мой двор. Я еще не закончила строительство, а мое имущество уже разрушается. Сельское управо в курсе. Все знают об этой проблеме, но до сих пор никто не решает ее. Уже ближе к обеду, к месту чрезвычайной ситуации, приехали глава местного самоуправления и сотрудники МЧС. Причина – это подтопление. У нас есть ущелье, Манкадяр называется. Там есть отстойники, селеотстойники. То есть такие небольшие бассейны для того, чтобы вода там задерживалась. На последнем отстойнике получилось так, что вода за края вышла, и вся вода в нашу сторону, в сторону Бишкекова. Подобные чрезвычайные ситуации происходят почти каждую весну с 2010 года. Проблема напрямую связана с защитной дамбой, которая расположена в новостройке ОРО. Будем сейчас ребят подключать, потому что надо будет очищать. Если одни жители вчера выкачивали воду с помощью осенизационных машин, другим пришлось выходить из ситуации своими силами. В составе комиссии мы составляем акты. Комиссия уже рассматривает вопросы, как выйти из этой ситуации. Предложены несколько путей решения. Ну, наверное, будем сначала углублять ОРОЧную сеть, то есть не ОРОЧ, но это селят водной канал вдоль улицы Безымянный сайт. Ну, а дальше уже будем оказывать помощь тоже по сильным, наиболее социально уязвимым слоям населения, которые попали в трудную ситуацию, чтобы помочь убрать грязь. Сейчас мы находимся возле защитной дамбы в ущелье Манхаджар. Именно здесь ежегодно из-за обильных осадков повышается уровень воды, что и становится причиной силевых потоков. По словам экспертов, двух дамб, которые функционируют здесь на сегодняшний день, недостаточно. Необходимо строительство еще трех новых защитных сооружений. Ширин Омурканова, Денис Ламбек, Бешенбаев, НТС.